добрый день дорогие друзья добрый день уважаемые слушатели директ академии сегодня у нас второй вебинар нашей вебинарной недели и проведет его константин николаевич костюк генеральный директор компании direct media и сегодня у нас вебинар под названием философия цифровых медиа представляем новый онлайн-курс прежде чем предоставить слово нашему сегодняшнему спикеру хочу обратить внимание на полезную информацию которую я разместил самом начале нашего сегодняшнего чат первая ссылка ведет на наш на главную нашу страницу страницу расписания с сайта директ академии и на ней вы можете зарегистрироваться на все мероприятия до конца нашего учебного года до июля месяца запись этого вебинара ведется и она будет размещена через скорее всего завтра будет размещена на нашем видеоканале на youtube это вторая наша ссылка и я вас призываю кто еще не подписался на наш канал подписывайтесь потому что там огромное хранилище знаний около 450 вебинаров уже записано и лежит на нашем видеоканале они появляются каждый день третья ссылка ведет на страницу нашего сайта онлайн курсы и собственно сегодняшний вебинар во многом будет посвящен расширению этой нашей странице на один курс теперь у нас на этой странице 11 курсов представленным и сегодня я вам дал дам ссылку вот как только начнется наш сегодняшний вебинар я дам релевантную ссылку на курс который будет сегодня которому сегодня будет посвящен посвящен вебинар а ну и наконец последняя ссылка ведет на страницу выдачи сертификатов на которые вы сможете приобрести сертификат сразу после окончания нашего сегодняшнего мероприятия а также на все посещенные вами мероприятия до этого до этого дня и разрешите также мне представить вам следующие вебинары которые директ академии состоятся это эти ссылки и размещу размещу сейчас в конце нашего сайта вот они нам предстоят три интересных вебинара на этой неделе еще завтра наталья николаевна сметанникова проведет вебинар под названием чтение мальчиков и дело и девочек с листа и экрана наталья николаевна один из лучших специалистов по чтению в россии 21 марта послезавтра анна берюкова проведет вебинар википедия как профессиональный навык преимущества и лайфхаки ну и наконец в пятницу 22 я как спикер уже проведу наш вебинар университетская библиотека онлайн для преподавателя читаем работаем публикуем и этим вебинаром начинается у нас новый цикл вебинаров об университетской библиотеке онлайн которые буду вести я и которые будут проходить с периодичностью примерно раз в неделю а ну что ж а на этом моя вводная часть закончена и я предоставляю слово нашему сегодняшний датчик прошу добрый день уважаемые коллеги ну я надеюсь что меня слышно если вы хорошо меня слышите пожалуйста делайте там плюсики себе так все значит порядке после меня новый компьютер опробуем его в деле ну сегодня как вы увидели очень необычный и для нашей директ академии и для меня лично встреча те кто меня слушает время от времени знают что по службе и по воле необходимости приходится читать вебинары о нашем ресурсе особенностях рынка информационного современном образовании вот сегодня я наконец позволю себе делать сделать вебинар и онлайн-курс для души по философии цифровых медиа собственно то что меня всегда интересует по образованию философ кандидат наук ну и для нашего омц свойственно скорее практически ориентированные курс да я вот открываю здесь считаю новое направление таких мировоззренческих общеобразовательных гуманитарных онлайн-курсов надеюсь что будут последователи мы найдем интересных спикеров которые могут действительно получить не только что делать на пальцах но и вообще как понимать этот мир а мне кажется вопрос очень большой который пойдет о котором пойдет речь в этом курсе так скажем эпохальный который заставляет задуматься о том что мы собственно делаем чем мы занимаемся в нашей профессии а мы делаем немало и немного немало строим совершенно новую цифровую цивилизацию и здесь я вот как бы по мелочам бы не стала размениться я для себя очень просто делю вообще историю человечества до считаю что первым этапом было пещерная цивилизация даже мы в пещере или на дереве и вот в таком состоянии продолжались продолжался по практически миллион лет существования человечества разумеется это основная наша история вот вторая 2 2 этап материальная цивилизация но ей всего лишь несколько тысяч лет это когда возникает государство когда возникает материальная культура когда мы в отличие от пещеры имеем дело не просто с тем что мы видим но уже с более абстрактными вещами с институтами с письменностью можем передавать свои знания можем строить что-то то есть не просто берем палку из и сшибаем бананы до начинаем сами изменять природу вокруг нас повторяю это несколько тысяч лет ну скажем так съебить с египта китая может быть там с несопотамией то есть совершенно маленький такой маленькая частичка нашей истории ну и наконец последняя цивилизация которая вот сейчас наступает я ее вообще отчитываю где-то с середины 90-х годов то есть ей вообще 20 лет и это цивилизация цифровая ну а по значимости вот эти три эпохи мне кажется равны папа той глобальности которая открывает по этому по той глубине с которой мы имеем дело это совершенно равнозначные вещи потому что цифровая цивилизация открывает нам область бытия в которой в эпоху материальной цивилизации мы практически никак с вами не соприкасались и постараюсь объяснить почему то есть чем мы имеем дело в цифровой цивилизации это вещи на на уровне которые невозможно материально нашими органами чувств никак охватить коснуться это то что начинается и объясняется на уровне атома электроэнергии полупродников полупроводников цифры вот эти вещи они ведут как бы совершенно другие регионы бытия они означают некий новый субстрат которому разворачивается наше бытие вот буквально сегодня мы конечно имеем уже несколько десятилетий опыт работы с атомной энергией с вообще электроэнергия вошла нашу жизнь но то что мы имеем сегодня или вчера имели это лишь касание вот с этим новым пластом бытия здесь не идет речь уровне взаимодействия с атомом он сейчас много разговоров о переходе автомобильной промышленности на электроэнергию да очень много говорят но на самом деле это никак не касается действительно бытия и нашего смысла ну будем мы ездить на автомобилях вместо бензина вставлять розетку заряжать примерно тоже будем получать на выходе а вот то о чем говорю я то о чем цифровая цивилизация совсем другая вещь она не происходит вот в нашем окружении она происходит внутри медиа медиа как космосе смыслов и ощущений то есть только внутри медиа можно войти в это пространство и понять что оно совершенно другое поэтому медиа которым пойдет речь это как бы ворота совершенно другой мир который начинает из подволь менять всю 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 нашу жизнь погружать в иную реальность и это реальность цифровая которую я постараюсь объяснить вот чтобы осмыслить глубину этих переходов недостаточно просто жить и работать даже вот войти сфере здесь необходима философия и ее подход и то как действует на нас цифровая цивилизация не только позволяет нам открыть нечто новое какое-то новое качество и свойства бытия она позволяет и увидеть это все по-другому ну так скажем здесь можно сравнить с наркомании когда мы получаем наркотик не имеется ввиду мы а человек вообще он начинает видеть вещи по-другому что-то происходит его голове вот в случае с цифровыми медиа примерно то же самое до этого мы воспринимаем реальность в одном виде после этого она оказывается что она может быть совершенно другой и вот цифровые медиа они дают уникальную возможность видеть жизнь другой мы это этот опыт имеем когда читаем книгу когда смотрим фильм играем в компьютерные игры это какие-то новые виртуальные реальности где нас нет но где мы соприсутствуем и тем не менее это обычный опыт а то о чем тот новый опыт который дает дает цифровая цивилизация он гораздо глубже он не просто позволяет создавать и воспроизводить такие вот не существующие виртуальные миры там и путешествует них это фантазия гораздо больше происходит когда мы просто работаем за компьютером ежедневно и ничего не происходит просто работаем там с какими-то excel таблицами вордовскими файлами но вот в этом то как раз процессе происходит колоссальные изменения наших внутренностей вообще внутренности нашего сознания мышления мы перестраиваемся на модус цифровой цивилизации мы начинаем мыслить по-другому мы начинаем жить по-другому у нас перестраивается все общество вот а таком наркотики а действие вот такого наркотика я и говорю цифры которая меняет нас изнутри и мы как правило не задумываемся и даже не замечаем это мы перестраиваемся и нам кажется что это естественно перестройки нет неестественное надо вовремя заметить и осмыслить это помогут нам в это в этом не только ваш покорный слуга но и ключевые философы современности которые первыми начали или помогли осваивать ключевые понятия этой цифровой цивилизации информация цифра коммуникация и все что нам придется с вами во время этого курса пройти мы будем читать тексты этих философов размышлять над ними и делать какие-то выводы для себя но теперь я кратенько пройдусь по каркасу нашего курса какие вещи мы будем исследовать и какие методологические как бы основы будут положены в основании этого курса вот мы начнем мы с науки медиалогии она наш методический каркас мы конечно должны понимать что такое медиа и начинать отсчет как бы с них вот мы с вами это как раз принадлежит к тому что в чем когда живешь это не замечаешь да мы когда с вами говорим и слушаем не задумываемся о том что тот-то медиа которую мы который нам это позволило в котором мы говорим и слушаем это воздух что мы говорим и слушаем воздухом колебаниям в нем нам кажется что вот наши мысли наши фантазии мечты все это бестелесно идеально нет медиалогия учит о том что в основе любого сообщения любого любой информации и кого-то идеального объекта лежит посредник то медиа которому она передается и скажем когда мы видим оказывается что мы видим светом что-то медиа который позволяет видеть это свет и его свойства и точно так же простом случае там говоря о книге или там об экране во всех случаях когда мы что-то воспринимаем что-то думаем мы имеем дело с очень важным ключевым посредником которые опосредует все наши мысли и всю нашу жизнь и вот знать свойства этого медиа конечно нужно для того чтобы вообще понимать что происходит и вот собственно цифровое медиа они заставили задуматься и о свойствах традиционных предметных меди мы после этого узнали что оказывается у книги есть очень большие ограниченные возможности уже тем что она материально предметно и цифра она позволяет перетекать одним медиа другим но об этом мы поговорим уже специально вот а вообще нашими помощниками философами представлены свои концепции о том что такое медиа и форма например вот мы изучим концепцию выдающегося немецкого философа социолога никласа лумана одного из ключевых фигур когда нужно говорить о коммуникативной цифровой цивилизации мы изучим представление о медиа и медиологии французского ученого дебре остановимся на понимании письменной культуры тоже у француза шартье то тот подход который позволяет осознать что вот то что мы вообще имеем сегодня в голове и понимаем как история она происходит внутри письменной культуры и вот письменность как медиа опосредует наши возможности вообще нашего содержания головы благодаря письменности все институты все социальные достижения в конце концов сводится к возможностям вот этого медиума то что мы представляем сегодня это продукт письменной культуры а вот когда придет цифровая культура то очень многие из этих вещей изменятся и изменимся мы изменится содержание наше сознание вот это такой некий переход от одной эпохи в другой который позволяет видеть границы этих эпох и культуры и предугадывать что будет дальше вот о том что может быть дальше много говорит философия гиде бора французского философа который учил об обществе спектакля обществе которое живет тем что что-то представляет что-то публикует что-то демонстрирует такой же заход очень интересно есть в типологии действия юргена хабермаса когда он говорит о демонстративном поведении деятельности цель который самодемонстрация и какое-то публичное воспроизведение вот эти виды поведения очень много означают том обществе которым мы с вами начинаем жить в обществе социальных сетей которым происходит очень легко выворот из внутреннего во внешнюю то что было вчера еще интим сегодня становится публичным мы все в той или иной в той или ином роде включаемся в это обществе сетей демонстрируем себя это такая становится вынужденная вынужденная наша мотивация благодаря которой сформируется коллективное создание нового типа не то которым мы имели там в двадцатом веке с помощью митингов революции каких-то таких общественных движений а совсем другое именно цифровое созданное посредством нового медиума в общем медиалогия позволяет нам предоставляет комплекс методов которые мы можем исследовать особенности и воздействие на нас вот тех медиумов с помощью которых мы живем общаемся и в некоторых мы не можем существовать идем дальше и здесь тогда мы задумаемся о особенностях и возможностях электронного медиа электронный медиум или парадоксы теория относительности здесь мы коснемся многих философских парадоксов начиная с парменида николая кузанского павла флоренского очень интересные страницы истории философии парменид если вы помните и знаете первый философ который вообще пришел к идее бытия и единства и который собственно создал парадокс номер один бытие есть небытия нет парадокс как некая граница нашего мышления где она заканчивается и дальше не знает куда идти вот практически все такие и вот эти парадоксы очень глубоко и интересно обыграны в диалогах платона в диалоге парменид имели продолжение такие парадоксы практически все так или иначе выходят на проблему актуальной бесконечности один из первых философов очень интересно подавшие эту проблему николай кузанский средневековый мыслитель возрожденческий который вот как раз обыгрывал парадокс актуальной бесконечности что будет что такое все что такое одно что такое вечность бесконечность в общем это все интересное такая философская диалектика и вот такой же это уже по по сути диалектику перенимает наши российские русские философ павел флоренский вы его тоже должны знать который рассуждает о новой в то время теория относительности эйнштейна и переводит ее понятие такой религиозной плоскости пасю и потусторонний по стоп потусторонной жизни да мы знаем что такое релятивистская теория относительности эйнштейна да когда порядок измерения берется скорость который происходит те или иные процессы пространство внутри поезда кажется другим смотрит ли наблюдатель изнутри поезда или он смотрит на те же самые пространственные параметры снаружи поезд да это как бы простой такой классический случай общая теория относительности мы знаем она включает параметр более широкий скорости света это не бесконечность бесконечная скорость вот но очень как говорится быстро и и она ведет к совершенно новым интересным построением к которые определили всю космологию двадцатого века мы все наше представление о вселенной а вот павел флоренский отталкиваясь от вот этих вот гипотез перемещает их немножко в другую сторону в представление которое у нас есть о боге об ангелах о том свете как говорится и пытается построить вот некий мост что как раз вот за пределами света начинается вот это вот область ангелов так скажем вот общем все это интересно почему потому что это встречи с понятием бесконечности когда философия встречается с этим понятием по сути дело это основной предмет вообще философии как таковой когда они с ним она с ним встречается тогда и начинается мысль тогда мысль начинает будиться вот этими а по а паре ними и парадоксами и спросим почти причем здесь электричество до электронный медиум потому что именно электронный медиум мы недавно недаром вспомнили о скорости света скорость света это просто свойства фотонов на одних из микрочастиц и точно такие же свойства но немножко другие у электрона протона вообще у тех у тех элементов которые и создают электронный медиум и вот если поставить вопрос по-другому оказывается что электронный медиум вводит нашу жизнь и нас самих вот в тот пласт бытия в тот коридор о котором говорил павел флоренский то есть за пределы нашего материального мира наших материальных скоростей в области возможности которые перед нами открывает фотон протон электрон и эти возможности они тоже парадоксальны и они колоссальны по своему значению также как вот энергия атома взорвало представление об энергии который имел человек да какие-то миллиарды раз сразу энергетическая емкость увеличилась как мы должны понимать что цифровая цивилизация по сравнению с нашей вот привычной материальной цивилизации она тоже имеет такой взрывной потенциал в миллиарды и биллионы раз и свойства электронного медиа постепенно из-под воль будут менять наши практики бытовые а главное наше сознание структуры нашего общества в общем все что мы сегодня с вами имеем через информацию поэтому следующее на наше занятие как касается вот этих ключевых понятий информация и знания симулякры вот начнем мы с такого тоже интересного понятия симулякры это порождение французской философии причем ни одного какого философия все еще плеяды французских философов 20 века здесь и бадригар и делеса и все остальные вот потому что симулякры это понятие возникло после второй мировой войны вот в атмосфере какого-то левого либерального движения поиска новых основ бытия и касалось вот тех образов которые создают наши медиа то что мы сегодня называем фейками вот вчера был принят закон о фейках да о том что вот рамках того что мы понимаем под реальностью нам становится все тяжелее определить реальность и выдумку то есть информацию потому что то реальность с которой мы имеем дело в современной цивилизации она предоставляется прежде всего информации через информацию вот уже очень мало контактов которые мы имеем вот непосредственно с материальным бытием да если бы мы там были пещерными людьми то нам достаточно было вот трогать землю и все время ощущать реальность но мы живем в цифровой цивилизации и земля которую мы постоянно трогаем никак нам не поможет то в чем мы живем создается информации и информации реальность становится тождественными понятиями это огромная проблема это тоже парадокс и на основе информации можно создавать не просто виртуальные миры а мир и вот здесь и сейчас попелевинский которые совершенно на самом деле реальностью не является вот поэтому фейки симулякры это не то что там пишут философов в своих книжках это то что как раз входит в нашу жизнь очень стремительно и вот вчера частности через уже законодательную область мы пытаемся защищаться но по поверьте закон это очень слабая защита поэтому дальше нужно конечно задуматься что такое информация как ключевое понятие нашей современной цивилизации и здесь существует большой спектр подходов представлений очень интересно ну во первых мы изучим классическое понятие информации в теории шеннона то есть теории кибернетики кибернетика которая является ключом вообще к современной философии философии техники философии цифровой цивилизации и вот кибернетика как ключ к новой методологии мышления она будет в нашем курсе занимать центральное место вот мы конечно не обойдемся без семиотики и теории информации нашего русского ученого якобсона которые также вот внутри лингвистической традиции будет занимать большое место в нашем курсе вот и выйдем на такие траектории осмысления информации которая нам нас привела современные математика теории вероятности информации как мера неопределенности вот понять информации на стыках этих совершенно разных областей они чрезвычайно обогащают наше понимание и позволит нам не просто довольствоваться каким-то выданным нам в аренду понятием а понимать его из разных фокусов зрения в разных философских традиций после того как мы получим представление об информации можно наконец перейти к понятию знания потому что это смежные близкие но совершенно разные понятия знания уже там тысячелетиями осмысливается философии тут действительно огромная традиция вот и тем не менее вот этот смык информации и знания он это по-новому поставленный вопрос он по-своему очень интересно ну так скажем опять мы вспомнили лингвистику да если мы понимаем язык как некую информацию то скажите что для нас представляет язык которого мы не понимаем если мы слушать слышим какой-нибудь суахили или что это для нас поток звуков поток каких-то данных шум это может быть знание если для этого существует код и вот для кибернетики очень важно понятие кода если мы понимаем язык мы просто имеем код к нему вот это есть знание и все вот это соотношение информации и знания можно передать этим понятием кода как ключа к расшифровке информации благодаря которому шум некий представьте превращается осмысленную осмысленное бытие и вот во всем то что то что делает цифровизация это как раз и вообще цифра цифра вот понятие цифровой цивилизации можно назвать заменить словом код и вот когда мы с занимаемся цифровизацией мы все превращаем в некий код оцифровываем книги или мы оцифровываем процессы мы все это переводим в цифровое значение некие коды программирование это программирование реальности программирование наших там дорогих программистов это и есть так и есть программирование реальности и Вот когда мы осознаем, что мы сегодня озабочены тем, чтобы оцифровать все, вот говорим о цифровой экономике, цифровом университете, школе и так далее, мы с вами, даже далекие люди вообще от информатизации, работаем на власть цифры, на власть матрицы. И все превращается в некую матрицу, вот эту упорядоченную новую реальность. Я не сторонник всяких теорий из агров, теорий матрицы, но вот эти вот все вещи и люди, которые этим увлекаются, они тоже по-своему выражают вот тот тренд, который чувствуют нутром. Тренд действительно перевода все в цифровую цивилизацию. Они это выражают таким мифологомагическим путем, с помощью сказок, условно говоря, но сами процессы они почувствовали. И это тоже вот эти вот всякие теории, это на самом деле интересное такое явление общественного сознания, его реакции на происходящие невидимые структурные процессы. Вот когда мы познаем силу цифры, власть матрицы, тогда мы можем только понять, что несет с собой цифровая цивилизация, насколько она перешет все наши процессы, весь наш образ жизни. И здесь нам помогут философы Бодрияр, Луман, Шеннон, Больц, очень много интересной литературы. И в частности то, что касается напрямую цифровой цивилизации, одной из интереснейших страниц и свойств понятия коммуникативного разума, изменений нашего сознания. И вообще понятие коммуникации. Это очень важное сегодня понятие, оно имеет тоже свою историю философскую, хотя не очень большой. Но мы можем, мы будем, соберем результаты, как коммуникация понимается в той, другой традиции, какие подходы к системам, чтобы работать в этом ключе. Человек общается, вот сколько он существует, но почему-то в философии, понятии коммуникации самое молодое. Оно возникло где-то самое раннее, в середине прошлого века. И оно сразу дает некий новый фокус на привычные вещи, и в частности на понятие разума, ключевое для философской традиции. И очень интересные здесь страницы мы прочтем у Карла Уотта Апеля, немецкого философа и его последователя, известного всем Юргена Хабермоса. Понятие коммуникативной рациональности. Это важный методологический подход, который идет, укоренен вообще в социологической, во всей социологической традиции, и противопоставляется веберовской понятию стратегической рациональности. Вот то, как Вебер объяснял современный индустриальный мир. Стратегическая рациональность, homo economicus, говоря современным языком, опирается на действия, целеполагающее действие, результат которого должен быть в какой-то цели, в каком-то результате. Вот коммуникативная рациональность ориентируется не на взаимодействие в таком действии, а на взаимопонимание. И поэтому многие вещи и многие вопросы ставятся совершенно по-другому. Результат уже должен быть не событие в материальном мире, о взаимопонимании, взаимосогласовании в деятельности. И здесь совершенно другие критерии. Это уже реальность не материального мира, а реальность наших с вами взаимоотношений, нашей коммуникации. А наиболее полное понятие коммуникации дал, наверное, Никлас Луман. И это его теорию мы в подробностях разберем. Вот, собственно, благодаря этим философам, которые, наверное, столкнулись, ну, как и всегда в философии, она первая чувствует вот эти изменения, сталкивается с некими предвериями изменений. Почему-то наиболее интересные коммуникативные философы, они работали в 60-х, 70-х годах, когда, как мы знаем, только разрабатывались технологии в лабораториях, только кибернетика заявила о себе. И вот первые, ну, это действительно великие философы, они как бы уловили эти веяния и дали подходы, в рамках которых мы сегодня можем работать. Ну, а дальше пошло уже расширение, некий прорыв в технологиях коммуникации, которые мы не можем объяснить, не имея объяснения и понимания ключевых понятий коммуникации. И когда идут уже практические изменения, начинается меняться общество. Здесь мы с вами переходим из области теории коммуникации в область социологии. Социологии общества, айти коммуникации. Каким есть и будет общество, в котором мы коммуницируем. И вот здесь, конечно, целый спектр теорий футуристических и социологических, которые сегодня очень важны в науке. Понятие постмодернистского общества, постиндустриального общества. Мы эту историю социологического обобщения внимательно проследим. Первый ответ, который очень интересен для цели нашего курса, понятие общества, модерна, это теория структурализма, который первый поставил вопрос о взаимодействии, взаимовлиянии структур сознания, структур языка и структур общества. И здесь, в частности, интересны пионеры, структуралисты, такие философы, это французская школа в основном, такие философы, как Леви Стросс, который в свое время парадоксальным образом, изучая первобытные общества, выдвинул такой тезис о том, что основным социальным языком, социальным кодом структурирования первобытного общества является процесс обмена женщин. И хоть это звучит так любопытно и оригинально, это действительно очень обоснованная, ценная, интересная концепция, которая уходит основаниями в то, что для общества первобытного, изначального, когда оно сформировалось в общество ключевым, стал аксиома, назовем ее табу, на смешивание крови. Для того, чтобы это не допустить, общество стало искать структурные выходы посредством обмена женщинам, чтобы родственники не доставались друг к другу. И вот из этой как бы ячейки общества и формируется дальнейшее развитие, это такой ключевой социальный импульс к дальнейшему развитию общества, который дальше переходит в развитие рода, потом возникновение института семьи и так далее, и так далее. Вот структуралисты переводили, сначала они нашли такие интересные взаимоотношения в области языка и лингвистики, и затем смогли перевести это в область социальной теории, что очень интересно. А потом пришел постструктурализм, тоже французский, еще более интересный, богатый на разные неожиданные выводы, который позволяет объяснять сложную структурность нашего общества, которое уже не объяснишь такими простыми однозначными аксиомами. Вот эта линия, я считаю, одна из самых плодотворных в современной социологии и очень полезна для теории коммуникации, теории коммуникативного общества. Вторая линия, тоже очень продуктивное, понимание общества постмодерна. опять французы и очень интересные разнообразные теории. И хотя вот эти вот начало положено еще аж в 60-х годах, мы продолжаем пользоваться их объясняющей силой и действительно с успехом объяснять то, что происходит сегодня. Постмодерн – это опять-таки явление после Второй мировой войны, где такие философы, как Бадрияр Делес, учили о том, что перестает существовать единая какая-то идеологическая платформа. Общество начинает порождать разнообразные смыслы и расщеплять или синтезировать искусственно, искусственно синтезировать различные идеологические платформы. Разрушается общество единой религии, единой идеологии. Все, кто претендовал на какую-то истину высшей инстанции, на единственную и основную истину, они все обанкротились. Мне кажется, сегодня мы приходим в цифровой цивилизации к состоянию постмодерна в квадрате, второй волны постмодерна, когда происходит полное расщепление мировоззренческих платформ, когда любая субкультура и какое-то учение способны сформировать себя как образ жизни и учить, исходя из того, что она действительно какая-то единственная, и то, как люди живут в ней, в этой субкультуре, ну, не знаю, там, субкультура наркоманов или субкультура внутри церкви или субкультура внутри каких-то любителей джаза или субкультура ученых, какую угодно не возьми, вот, кажется, что это самодостаточная и автономная субкультура. Вот если раньше мы могли такие субкультуры мерить с помощью какой-то метакультуры, да, и оценивать ее, то сегодня мы потеряли это право. То есть сегодня действительно каждый из этих вот частных претендует на общее, и уже нет у нас возможности их как-то поставить под сомнение, опротестовать. Раньше мы говорили меньшинство и большинство, да, сегодня уже нет такого понятия большинство. Вот меньшинство, а это и есть субкультура, да, там, например, гомосексуалисты, это субкультура, которая претендует на абсолютную автономность своего существования и на абсолютную самоценность своего мировоззрения, своих ценностей, и никто не может поставить это под сомнение. Для социальной, для юридической практики это огромная проблема, потому что надо как-то согласовывать вот эти разные доктрины и ценности. Это все очень непросто. Вот, в общем, вот такое состояние, которое в тренде индивидуализма расщепляет наше мировоззрение, мне кажется, это очень интересное явление в нашей медийной области, и, конечно, медиа это первый, кто совершает этот процесс, который движет наше общество в русле заданным постмодернизмом. И еще мы сегодня очень часто говорим о том, что наше общество постиндустриальное. Да, это опять-таки с Белла с 70-х годов очень хорошо освоенная концепция в социологии. Мы это тоже разберем в своих основах и зададимся вопросом, когда заканчивается постиндустриальное общество и что будет дальше, что принесет цифровая цивилизация новая, будет ли это пост-постиндустриальное общество или что. Вот собственно на этом пороге от постструктуралистов, постмодернистов, постиндустриалистов мы и входим в собственные понятия нашей цивилизации, понятие ключевое, я считаю, сетевое общество, сетевое информационное общество. И вот чтобы это все социальные последствия того, как цифровая цивилизация меняет наш быт, наша повседневность, наше общество. И здесь мы постараемся более конкретно и глубоко пройтись под этим изменением и опять-таки взять какие-то интересные тексты, которые его описывают. Ну, в первую очередь это теория сетей на микроуровне, где анализируются вот ключевые сегменты бытовой уровня, как мы устраиваем свои отношения по-новому через посредством сетей, а не других парадигм, да, и, конечно же, теорию сетей на макроуровне. Здесь нам поможет, например, такой философ, как Мануэл Кастельс, где уже видны последствия этой постановки в глобальном масштабе, когда сетевым образом строится вся экономика, когда сети разрушают национальные границы и выстраивают, скажем, производство в сетевом порядке, и сразу меняется соотношение внешнеполитических сил, там, вот эти Китай, бренды, транснациональные корпорации, международные разделения труда, то есть, как эта сетевая рациональность меняет ключевые институты нашей жизни, финансы, вот те области, в которых до сих пор мы жили локально. В общем, понятии сетевого общества мы с вами наконец сталкиваемся уже с первыми результатами, как вот эта матрица меняет наше сознание и наши области, основные области поведения, как структура и математические модели, заложенные кибернетики, на основе которых строятся информационные технологии, как они постепенно переходят в социальную кибернетику и переструктурируют наши основные социальные понятия. потому что для меня сеть и проявление социальных сетей это разумеется это не компьютерные сети, с которых это все начинается, не интернет, а скорее вещи такие как магазин магнит, как создание инфраструктуры сетевой в том, в чем ее раньше не было. Когда все основные бизнесы начинают структурироваться сетевым образом, сети магазинов, сети институтов и даже те вещи, которые раньше мы не понимали не как сети, дороги были, дороги и дороги, а сегодня это сети дорог, сегодня это сети коммуникаций. И так практически во всем. Если у нас раньше в основе социального порядка были другие формы порядка, например, тысячелетие определял родовой строй родовой порядок, который там немножко иерархизирован, но построен по вертикали. Потом тысячелетие определял иерархический строй. Все наши государственные институты, институты власти сформированы иерархическим порядком. сетевая структурность ослабляет, меняет, разрушает привычные нам порядки и вносит этот элемент сетей в каждую нашу область жизни. И в конце концов меняется общество, когда оказывается, что через каких-то 7 рукопожатий мы можем поздороваться с любым человеком на нашей земле. И вот такие вещи, парадоксы, они, конечно, существенно характеризуют и меняют нашу жизнь. Ну, а самое главное, что это перепрограммирование нашего общества, оно продолжается, оно только началось. И вот в том, что оно только началось, о том, говорит еще одна из новых интересных теорий нашего времени о четвертой индустриальной революции. это уже, собственно, мы подошли к таким ожиданиям, что нам стоит ждать завтра и что происходит сейчас. Вот, ну, а на этой пока свеженькой, такой сырой теории мы остановимся подробнее, какие там у нее истоки, но, скажем, основное, да, существует время открытия какой-то инновации, это известный тезис, да, вот мы говорили, что наша информационная цивилизация, она создавалась где-то с 30-е по 70-е годы, когда и вот первые технологии были разработаны от калькулятора к компьютеру и что такое процессор и что такое сеть и основы кибернетики, да, это все делали специалисты, и вот у жизни любой инновации начинается с ее внедрения, а вот когда она внедряется, вот тогда и происходит, тогда и действительно меняется все общество, меняется наше сознание, книгопечатание было изобретено в 16-м веке, да, а изменило оно нашу жизнь в 20-м веке, вот только тогда постепенно пришла грамотность благодаря книгопечатанию, постепенно оно внедрилось в каждый дом, в каждого человека и действительно привело к всеобщему среднему образованию. потребовалось 400 лет. То, что происходит сегодня, то, что внес, вносит в нас электронный медиум, это происходит быстрее, но не настолько быстро. И вот четвертая индустриальная революция как раз осваивает этот тезис, что технологии электронного медиума будут сейчас стремительно входить в нашу жизнь с помощью big data, с помощью умного дома, вот этих датчиков повсеместных, вот оно в какой-то обозримый срок действительно дойдет у нас до каждого элемента нашей жизни. Вот тогда мы посмотрим, тогда действительно будут радикальные изменения. И конечно и тут уже вот интересно будут нам не только какая-то научная фантастика, но вообще вот то, что творит на эту тему искусство. И в частности некоторые из фильмов, сериалов, в частности мультфильмы японскую мангу Лейн, мы специально рассмотрим с этой точки зрения, о тех проекциях, которые наши художники делают, рисуя это общество будущего, общество сетей. В этой манге как раз описывается то, как погружение электронного медиума в нас и нас в медиум, как медиум, насколько глубоко, мистически глубоко все меняется внутри нас и вокруг нас. И разумеется, разговаривая, говоря об индустрии 4.0, где мы проанализируем все нового введения, нельзя обойти мимо и развития интернета, который является одним из основных инструментов цифровой цивилизации и новых медиа. Когда мы говорим о новых медиа, мы имеем ввиду цифровые медиа. Но к электронным относятся и телевидение, как мы знаем, которое уже, конечно, очень много, очень сильно трансформировало наше бытие в течение 20-го века. И вот сегодня, скажем, таким главным трансформирующим инструментом становится интернет. Что он с собой несет? Объединяет он человечество или он наоборот разъединяет? Мы поразмышляем об образе интернета 4.0 на наших занятиях, исходя из того, что сказано о постструктурализме, постмодернизме, об инструменте, как тоже в форме расщепления наших информационных галактик, о расщеплении социальных сетей и мессенджеров, о переходе нас на другие форматы коммуникации. В частности, тот тренд переход молодежи отказывается от телевизора в пользу интернета. Этот переход очень значимый с точки зрения цивилизационной динамики. Так что изучаем изменения в нашей жизни и одним из таких изменений и условиям этих изменений в цифровой цивилизации становится мегаполис. Все, о чем мы говорим, это мыслимо и осуществляется именно в рамках мегаполиса, как такой вавилонской блудницы масс-медиа, которая приносит все эти возможности, внедряет в нашу жизнь и принуждает нас им следовать. Мегаполис как новый образ жизни, жизни на цифровой игле, цифровая наркомания. Говоря о тех изменениях интернета, мы коснемся уже деталей, элементов его, и ключевой здесь элемент текст, история текста и гипертекста. Знание текста это некое структурирование реальности и те изменения, которые с ним происходят, то есть переход от текста к гипертексту, это и следствие и опять-таки инструмент дальнейшего движения, новой структуры освоения реальности. Здесь мы выходим на такую глубокую философскую традицию сознания и знания и пройдем вот эти основные линии по учениях и традициях Декарта, Канта и Гуссерля. Как понималось, как объяснялось структурирование сознания нашей основной философской традиции. и что происходит сейчас? Здесь мы обратимся к современному британскому философу Гидденсу о его социологии, о перманентном и мобильном структурировании общества и сознания. как взаимодействуют структуру вот эти меняющиеся и динамично создаваемые структуры общества и вот эти структуры изменяемые цифры сознания. Вот тут в основе или подоснове основная традиция социологии учения об обществе когда нас учили представлять общество как такие совокупность крупных социальных структур социальных страт или социальных классов по марксу. вот наша жизнь показывает что все вот эти вот большие структуры это слишком крупные мазки вот и надо учиться динамично отслеживать вот это структурирование учит о том что существуют социальные лифты которые не просто переводят от одного этажа к другому а которые вообще меняют сами структуры так мобильно и общество которое постоянно меняется которое как хамелеон или даже еще хуже сказать меняет свои формы мы знаем эту возможность ему дают медиа которые позволяют действительно менять регионы бытия вот как общество отзывается на эту способность и динамично структурируется и вот это все переструктурирование разумеется выражается всегда как разрушение привычных явлений основ структур во всем и везде и в основе вот этого разрушения лежит разрушение медийное разрушение пространства потому что ну я краем сказал электронный медиум его основное основное свойство это скорость на уровне скорости света то есть по сути дела это вымещение нас из скорости материальных предметов ньютоновского пространства с ньютоновским ускорением перемещения предметного мира в скорости в пространство сверхзвуковых скоростей где ну и не может сказать все происходит одномоментно мгновенно или вообще без скорости то есть мы учимся жить в одновременном пространстве в котором ну вот это это переживание надо словить но мы имеем возможность я не так давно был в Южной Америке вот ровно на другой другой части нашего земного шара и при этом я коммуницировал вот в то же мгновение практически с своими друзьями родными с другой стороны земли да вот это такое единичное явление да но в масштабах общества оно имеет очень далеко далеко идущие последствия и в частности как я говорю оно разрушает пространство те привычные понятия пространства которые мы имеем который сформировалась на основе нашего представления локального времени неодновременности вот такие вот вещи напрямую из теории относительности действуют на наше общество и в частности превращается в глобализацию глобализация как разрушение локальных пространств и инструмент которым который проводит это всю жизнь это медиум и потому что никаким другим способом мы не можем переместиться в другую часть противоположную часть земли даже на самолете все равно требует нашего локального времени а вот в пространстве электронного медиума мы оказываемся там и сейчас в то же мгновение вот это одно из таких ключевых разрушений наших основополагающих понятий представлений вот эти вещи стимулируют и движут динамику текста как нашей основной ну основного инструмента освоения действительно интеллектуального освоения действительности да и вот здесь мы тоже остановимся на тексте чтении его функциях вот для этого нашей жизни сознания о том что то что представляем сегодня мы собой сегодня мы этим должны благодарны тексту письменной культуре именно в том ключе в ключе усвоение всем обществом каждому человеку этой практики и именно текст позволил нам перейти к материальной культуре слезть с дерева как говорится и начать осваивать абстрактные понятия подарил нам абстрактное мышление вот здесь я особое значение придаю и книге и вообще всем проявлением текста как некой лаборатории абстрактного мышления абстрактное мышление это суть нашего движения внутри материальной цивилизации а вот в цифровой цивилизации текст развивается в гипертекст и опять-таки это связано с разрушением с расщеплением текста текст перестает быть линейным перестает быть так вот материально построенным как это нас учил Маклюин он превращен разбегается он превращается в различные ссылки в различные мультимедийные форматы в общем в некую множественность и вот этот новый текст который формирует наше сознание он еще себя покажет он будет расщеплять реальности он будет расщеплять наше сознание он будет в основе интернета как главного медиума и вот эти свойства гипертекста нам нужно очень внимательно изучить и изменения вот эти вот изменения гипертекста выведется в создании гипермедиа разрушение и новые синтезы медиа рождение гипермедиа это следующая страница как бы нашего повествования где воедино сливаются все виды нашей чувственности наше восприятие аудио видеотекст вы все уже сегодня заметили знаете о тренде роста аудио визуального контента и то как медиа сегодня растет в общем-то растет в понятном направлении вытесняется чистый текст то есть книга газета на ее месте приходит и расширяется аудио визуальный контент в формате гипермедиа и это происходит на разных уровнях по-разному но в нашей бытовой коллективном сознании в основном это происходит ну вот я называю там процессом который упрощает это вот этот переход когда происходит замена абстрактного интеллектуального мышления на мифологами магическое восприятие то чему у нас то как учит нас мыслить ютюб и вот этот весь наш аудио визуальный медиум он трансформируется не в какие-то более высокие там ступени интеллектуального развития а скорее в более синтетическое мышление такого мифа магическое восприятие вот и здесь есть и опасность утраты вообще абстрактного мышления но и возможности которые которыми обогащает вот этот синтез разных наших форм восприятия как мы это используем пока покажет время но то что наш образный мир очень радикально меняется это мы должны зафиксировать и как феномен четко отследить и вот как пример вот чисто как кейс мы рассмотрим порноиндустрию как проявление феноменологии новых медиа порноиндустрия взята для того чтобы показать как раз участок вот чего совсем недавно совершенно не было и что сегодня вот совершенно есть мы знаем интернет и до сих пор где-то до 3 но сейчас поменьше всего трафика вообще интернет создала порноиндустрия до 3 всего трафика она генерировала и продолжает генерировать в интернете и мимо этого факта не стоит проходить и тут видно как вот эта вот тема запретная которая опиралась на наших традиционных табу нашим традиционным индустриального общества как она взорвала наше внутреннее медиапространство наше сознание как оно его меняет своей яркой подачи своей образностью своей пластикой как она меняет наши социальные практики отношение к телу отношение к визуальным формам вообще нашу эстетику восприятия как меняет вообще ну скажем нашу молодежь она совсем другая и здесь вопросы к тому насколько может и будет держаться наша там традиционная мораль молодежь вот в этом новом гипермедия становится совершенно другой более либеральный более пластичный восприимчивый более синтетический не разделяющий вот те вопросы которые раньше моралью нашей полностью как бы разносились по разные границы вот эти границы больше не существует вот это надо иметь ввиду для последствий социальных институтов брака и вообще устройства нашего общества и другие феномены которые сопровождают вот движение этого гипермедиа например формирование клипового мышления да это опять-таки расщепление этого мышления но как синтезируются клипы это все равно они образуют некое единство они образуют другой способ восприятия то же самое квантах знания и знание как некое единство мировоззрение как вот такая стройная теория оно тоже расщепляется нас интересует мы умеем уже работать только с какими-то очень маленькими сообщениями вот это все уменьшается уменьшается в своем формате новостной характер превращает но тем не менее это все должно и каждый момент синтезируется во что оно синтезируется пока ответ на этот вопрос не дается нашими большими умами вот эти все движения которые мы сегодня нащупываем как тренды они несут в себе внутренние парадоксы и опарии мы поговорим об этих опариях современного медиа восприятия когда которые как и свойственно опарий мы разрушают привычные понимания и заставляют от них отказываться мы сегодня замечаем что наши привычные традиционные форматы которые с которыми мы существовали столетия просто уходит из нашей жизни например что будет с газетами придется с ними попрощаться по-видимому да выживает ли текст чистый голый текст как лаборатория абстрактного мышления вот в условиях наступления этого медиума особенно в популярной среде в общем все эти вопросы это уже так сказать анатомия нашей цифровой медиа среды ну и наконец затронем мы и закончим на мега трендах медиарынка и прежде всего в той научной среде научной среде которая нас больше всего интересует медиарынок разумеется со всем вместе этим стремительно меняется и нам нужно поспевать ему вход и понимать конечно какой рынок и рынок ли вообще что происходит с рынком да и здесь мы остановимся на том что нынешнюю информационную ситуацию в первую очередь характеризует информационные потоки цифровая цивилизация цивилизация информационных потоках работать точечно это все равно что работать вручную перекапывать все лопатой надо учиться работать с потоками создавать их и обрабатывать мы остановимся на информационном производстве научной деятельности современных условиях которые меняются так же радикально как и меняются другие области жизни и рассмотрим некие последствия вот этих изменений но в частности жизнь и влияние реферативных платформ баз данных на структурирование научных институтов мы уже сегодня замечаем как выстраиваются приоритеты и императивы благодаря вот этим новым феноменом но у каждого ученого заставляют публиковаться web of science или rins или еще где-то это силовое прямо воздействие и видим что в зависимости от этих рейтингов не только меняется наше благосостояние кпи ученых и прочее а вообще меняется расположение международных авторитетных университетов кто первый кто последний меняется расположение авторитет стран и вот мы министерство образования нас там включило в гонку должны быть там 2.44 по web of science достичь или должны стать пятой экономикой мира в общем вот этих соревнованиях это как раз играть цифровой цивилизации вот и скажем нам все равно что например web of science благодаря поручению президента мы выполнили да молодцы напубликовали целую гору в два раза больше чем чем это было там 10 лет назад вот но при этом цитируемость российская ничуть не изменилась вот эти вещи те которые считаются там мы и меняемся те которые не считаются там мы ничуть не меняемся вот вот это все интересные такие последствия проявления нашей дорогой цифровой цивилизации вот но не только это и более значимые явления рождаются общество контента феномен рынка авторов каждый становится не просто читателем но и писателем огромная лавина творчества раньше запрятанного скрытого за барьерами бумажной цивилизации так скажем выплеснулась и определяет сегодня медийный ландшафт медийное перепроизводство как жить в его условиях особенно для библиотек это колоссальный вызов и изменение существующей среды феномен открытого доступа опять-таки лавина тренд раньше существовали издатели и продавали контент сейчас этот контент льется и льется как из берегов с молочными киселями и нет ему конца как в этом случае зарабатывать издателю выживет ли он вот кто вообще способен контролировать эти новые медиарынки это медиамагнат в старом ключе или это лидер айти коммуникации такие как блогеры в общем все меняется и вот в этой лавине надо быстрее отыскать какие-то островки ясности нам ну вот собственно какой-то каркас тех понятий и явлений на которых мы остановимся я и изложил это будут отдельные лекции перемежать мы будем чтением великих умов современности ну и как я надеюсь мы поставим очень интересные вопросы которые касаются каждого из нас как медийная реальность меняет структуры общества осилит ли человек динамику информационных изменений осилит ли рынок динамику изменений медиа форматов касаемо нашей повседневной жизни что происходит из-за информационной революции с общественной моралью мы стоим перед лицом моральной деградации разрушения социальной структуры что это просто деградация или это освоение новых цивилизационных возможностей как нам к этому относиться сопротивляться или наоборот включиться и поддерживать вот потом очень интересные практические политические реакции на социально коммуникативные изменения нужно ли какие-то из этих форм и возможностей закрывать политически или наоборот открывать и в каком направлении движемся мы будет ли у нас российский фаерволк который нам обещают в ближайшее время или удастся этого избежать в общем это все вопросы которые думаю интересно будет пообсуждать в рамках нашего семинара ну а те книги которые мы будем вместе читать мы будем их и выбирать тоже вместе я вам рекомендую тех авторов которые как мне кажется проливают наиболее такой ясный и глубокий свет на явление происходящее сегодня вокруг ну и конечно первый медиамыслитель это мак люин которого мы очень внимательно прочитаем и его галактику гутенберга и другие его работы и конечно в первую очередь будем сопоставлять с ролью отраслью книги наших медиапредставлений ну и другие интересные мыслители это будут и сложные профессиональные философы такие как Лумен и Хабермос это будут и более такие популярные медиафилософы как Больца или Дон Тапскот которые писали для популярного представления это будет и работы о нашем медиарынке такие как вот работа Долгина экономика символического обмена это будет и такие вопросы провокационные публицистические вот например книга Мирошниченко когда умрут газеты в общем постараемся наполнить наш онлайн курс интересным дискурсом в таком свободном диспут режиме ну и кроме домашнего чтения и обсуждения по ходу курса каждому будет дано домашнее задание домашнее эссе каждый напишет какой-то собственный текст к темам нашего курса вот такие каким темам примеры того как новые коммуникации меняют традиционные социальные структуры или собственный взгляд на какие-то определенные мега тренды медийного развития свой вопрос свой ответ на такие вопросы как есть ли жизнь без текста что придет ему на смену свою точку зрения на процессы происходящие вокруг медийная психопатия отсилит ли человек динамику информационных изменений жизнь без издателя моделирования медийной реальности будущее науки научной коммуникации цифровой цивилизации цифровой университет научной коммуникации в общем здесь мы уже будем делиться нашим собственным творчеством нашими собственными возможностями ну что ж коллеги вот собственно я изложил вам то что нас ждет на нашем онлайн курсе если мы на него наберем желающих вот курс моих идей можно подчеркнуть если кому-то интересно книги вышедшие несколько лет назад книга в новом медине среде но вы видите вот нынешний курс он касается немножко другого он философских и ключевых таких явлениях я очень хотел бы чтобы мы набрали на него достаточное число желающих но к сожалению это такой коммерческий процесс у нас и кворум мы набираем далеко не на самый не на каждый курс кворум у нас где-то не меньше десяти человек курс пройдет во время когда немножко там мы все освободимся в летнее время ну и главное помнить что это не тот курс которым как правило нас подчует директ академия то есть где мы осваиваем какие-то навыки где мы вынуждены нашей практикой чему-то учиться заново нет это курс скорее для понимания того что происходит вокруг в том числе и в нас самих это курс скорее для души для тех кого интересуют такие такое философское измерение философские вопросы нашей жизни может стать даже смысл жизненные ну вы видите что очень много касается и философии знаний традиционной гносеологии тут много и философии социологии философии общества ну и конечно самой медиалогии в общем не удивлюсь если на этот курс не найдется достаточного числа желающих но мне бы было очень интересно его провести и думаю те кто на него вызовется будут так же очень довольны погрузимся вместе в творческую обстановку ну что ж коллеги благодарю вас всех кто прослушал это значит все таки интересующиеся есть вот существует курс на ссылочка вот на запись на этот курс если вам интересно отправляйте заявки рекомендуйте своим коллегам будем вместе творить и работать благодарю еще раз и всем хорошего дня так еще вопросы сейчас вопросы взгляну так тут вопросы про сертификаты да так коммуникация обмен информацией тут рассуждение все темы в курсе жестко связаны можно изучить в курсе несколько тем например взять тему 6 ну вот это мы павла юрьевич потом спросим существует ли такая практика ну по-моему курс целиком там же нужно оплатить целиком почему нельзя субкультуру поставить под сомнение общей идеологии быть не может будет много идеологий субкультур но это мы уже с вами в процессе размышлений у вас будет курсе хрестоматии или придется все первоисточники покупать а нет я подготовлю тексты электронные так что здесь будет максимальное удобство информация это реальность так ну все все по вопросу так вот еще вопрос не могли бы вы провести вебинар с разъяснением понятий модель и образ их взаимодействия ну мы будем эти аспекты конечно проходить ну и потом я делаю скидку что не все у нас имеют философское образование поэтому этот курс конечно не для профессиональных философов а скорее для профессиональных работников информационной сферы вот то есть все такие маломальски значимые понятия они будут вводиться объясняться а не сходу по кочкам ну что ж еще раз спасибо коллеги за то что были вместе с нами приходите на другие уважаемые коллеги спасибо что были с нами константин николаевич спасибо за проведение сегодняшнего вебинара и хочу напомнить что страница курса на нашем сайте находится вот здесь если будут какие-то изменения страница почти полностью готова кое-какие ссылки могут временно не работать но все новости будут происходить на ней и можете ее себе сохранить если вам интересно и наблюдать что на ней будет происходить в частности более уточнение по времени и по расписанию курса будет там и возможно если будут какие-то небольшие изменения к программе тоже на уже на этой странице будет я всех благодарю за участие в нашем сегодняшнем мероприятии приходите и по